Привет, мои крошки! Я спешу поделиться радостью. У меня новые приобретения, а именно сбылась мечта... И мамка там лежит на фоне отдыхать. Сбылась мечта самого ленивого человека на свете и теперь у меня будет палясос, который сам палясосит. Вот такой робот-палясос, он еще и моющий. Я, короче, заказала самый крутой робот-палясос, и мне не терпится его скорее открыть первым делом и затестить. Надеюсь, Денька не будет бояться. Сейчас он спит, мы сейчас с мамой его откроем пока, какие-то моменты там вот посмотрим, затестим и обязательно вам все покажем, потому что как они появились, эти пылесосы, с тех пор я мечтаю, чтобы он у меня был. Просто у меня не было вот таких габаритов и такого пола для того, чтобы я могла себе его приобрести. И второе приобретение — это новая кофеварка. Вот такая вот. Это новая кофеварка, это не такая, как у меня. У меня рожковая кофеварка, я ей полностью довольна, супер-пупер работает, все стоит. И я вторую кофеварку рассматривала для работы, чтобы на работу или ту оставить на работе, а эту взять. Это другая немножко кофеварка, она капельная. То есть она готовится там по таймеру, мы тоже сейчас все это посмотрим. То есть она чуть-чуть по-другому готовит и функционал чуть по-другому, выглядит по-другому. Короче, сейчас мы все с мамкой распаковываем, такие новенькое что-то. Все вам покажем, расскажем и поделимся своими впечатлениями. Лесосик. Ух ты, какой красивый. Ух ты, какой. Ой, колесики. Пульт даже. То есть можно реально для ленивых даже не ставить ее, просто с пульта включать. Супер продуманно. Смотрите, девчонки, что я увидела, что у них конкурс идет, у Китфорд ежемесячный, и тут можно выложить, допустим, с техникой вот 1, 2, 3, 4, с первого по десятое место. Короче, с техникой выкладываешь на одну минутку видео и получаешь призы разные. И у них каждое 11 число ежемесячно победители выбирают. Вообще клево. Это надо на сайте у них, наверное, посмотреть точно. Ссылки я оставлю под видео. Гарантийный талон, инструкция. Короче, сейчас почитаем, разберемся потом. Значит, смотрите, в комплект входит самое основное. Дальше у нас идет пульт. Это что, мам? А, это фильтр. Это фильтр. Это зарядка, да? Это моющая тряпочка. Еще одна, потому что вот у нас одна здесь. Это, видимо, когда я буду мыть полы с ленью своей. Это чтобы пылесосить щеточку какая-то, да? Интересная. Вот еще запасные, потому что здесь есть уже такие щетки. Вон они стоят. Вон они. Надеюсь, видно. Это, видимо, запасные какие-то. Вот такая чистилка, видимо, идет. А это что? Это подставка, на которой он должен заезжать и заряжаться. А, вот здесь будет заряжаться он на подставочке. Здесь вот эти две штучки. Вот оно должно заезжать, походу, сюда. Не знаю, он сам заезжает. Сам заезжает? Надо почитать, эта модель заезжает или надо ставить самим. Есть модели, которые сами заезжают. Типа, заезжай на зарядку, да? Тут, короче, вот домой, смотри, видишь, есть. Ну, к примеру, он раз и заехал сам. Так, тут мы увидели фильтр тройной очистки, да? То есть сначала идет вот эта глубокая какая-то очистка, да? Сейчас я прочитаю. Фильтр глубокой очистки. Сначала идет, потом поролоновая прокладка. Покажи, вот она. И вот он, фильтр очистки тонкой. И вот оно втроем. Все здесь лежит. Все это, как мы понимаем, моется, чистится и открывается очень удобно все. Так, тут у нас есть резиновая щетка. Мама говорит, что это для мытья. А вот здесь такая вот вставляется еще пылесосик, да? Да. Ну, мы будем пылесосить сейчас, да? Это надо снять. Ну, иду, 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 попробую. Сначала сухую. Все попробуем. Смотрите, он поехал искать свою базу. Какая-то милая. И, кстати, работает совсем не шумно. Вот малой спит. Прям вообще тихонько. Все, встал на зарядку. Класс. Класс. Сам встал в зарядку. То, что я люблю. Молодец. В общем, пока у нас заряжается. Написано, что первая установка. Нужно зарядить его до конца. 12 часов там первая. Вот, пока он заряжается у нас. Мы потом все это протестим, покажем. Сейчас я буду разбирать свою кофеварку. Мама у меня тоже кофеман, кофемен, кофевумен. Я думаю, ей будет тоже интересно сейчас разглядеть все это и посмотреть. Такая сразу интересная-интересная фильтр здесь есть. Я вот так открываю. Она такая, ого, какой фильтр. Такой большой, он моющийся. Короче, мне кажется, вот это вообще еще удобнее, чем мое будет. Так, а вот это что? Контейнер тоже. Нет, это не фильтр. Это вот емкость. Емкость просто. Так, смотрите. Мы установили время. И сейчас у нас идет первая работа. Это нужно очистить все. Я сделала полную вот здесь у нас. Здесь у нас есть индикаторы. На 10 чашек нужно установить. Поставила чайник и поставила делать. Достаточно быстро он приготовил. Смотрите, сколько кофе. Это вообще, честно говоря, отлично, когда приходит много людей. Потому что прошлая кофеварка... Вот у меня еще одна кофеварочка рожковая, тоже от Китфорд. Я ее обожаю. Она здесь с контейнером у меня для молока. Но молоко я по-быстрому сама готовлю. Ну, вот это очень удобно, знаете, на одну чашечку. Но когда приходят гости, неудобно. Ты раз сделал себе, раз сделал другому. Пока что у меня побудет вот эта кофеварка, потому что часто приходят ко мне гости, мне всех хочется накормить. В общем, все, завершилось. Буквально очень быстро завершилось. Все у нас. Давай поставим стоп, наверное. И достанем теперь этот чайничек и выльем воду. Теперь наша кофеварка готова к использованию. Так, сейчас я налила сюда на 2 чайничка. Так, устанавливаю. Все, здесь щелчок такой. И делаю 2 мерные ложки. Это у меня, кстати, ложка осталась от прошлой кофеварки. Осталось. У меня и кофеварка как бы есть. 2 мерные ложки засыпаю. Раз. В наш фильтр уже установлен. Ну, прям не обязательно точно. 2. Так, это нам на 2 чашечки. Сейчас мы закрываем крышечку. И нажимаем старт. Без подогрева. Ждем. Пошла работа. Сколько времени будет готовиться нам. Здесь хорошо, что можно установить вообще время, когда тебе там нужно, да? Ты можешь утром встать уже в определенное время, уже с готовым кофем. Таймер от срочки. Да. Нет, это не таймер. Таймер от срочки старта. То есть, ты откладываешь старт, например, на какое-то время определенное. Ну, наверное. Ну, таймер это называется, чтобы... О, кофе уже делается-то там. Запустился, да. Вот здесь. Да. В общем, мы с тобой быстро сейчас кофе попьем. Вот свети фонариком. Все уже. Мама говорит нам. За паром не видно, да? Да, за паром. И кофе вот нам сделалось уже. Не, ну видно, что кофе там. Ну, все, надо ждать пока. Да, когда вот этот звук идет уже, это значит, что уже чуть-чуть осталось. Сейчас подождем, она завершит быстренько. И мы... Что-то крепкий будет. Эспрессо, наверное. Это эспрессо, я думаю, делается, да. Так, ну что. Я подготовила себе молоко. Мама здесь мы уже немножко тестировали. Был крепкий. Мы тут его еще немножко сделали. Менее крепким. Короче, мама будет пробовать. Наливаем тебе. Вот так. Или крепкий, да, кажется? Крепкий. Ну, если крепкий, я разбавлю. А я себе... Ты поближе наливайся. Так, а вот поближе пока ты. А я себе вот наливаю лоте. У меня будет. Можно теперь контролировать сколько хочешь. Красота. Смотри. И все, сюда можно ставить и включать подогрев. Вот так. Не, он включен должен быть и подогрев. А, все. А, все. Смотри, как сочетается синяя подсветка и часы синие подсветки, да, на чайнике синие. Да, красота вообще. Давай скорее кофе пробовать. Слушай, у нас прям комплект хороший. Так, давай пробовать. Сахар, сколько тебе? Ну, пока что кусочек, там я распробую. Снимаю, где ты чуть-чуть добавила. И мне кусочек. И вот крепость еще зависит. Тебе кусочек? Кусочек. Все. Красота. Ну, как тебе? Кофе хороший получился, вкусный. Но я еще фильтры принесу бумажные. И тогда еще будет кофе у нас еще и безвредное. Ой, мне нравится. Вот мама еще говорит, что у кого повышенный холестерин, тем кофе пить вообще запрещено. Натурально. Натурально, да. Но если использовать бумажные фильтры, то мы можем пить кофе, потому что там задерживается кофестол, который как раз-таки и вредит всему этому. В общем, здесь как раз-таки такой фильтр для таких бумажных одноразовых фильтров. Короче, теперь я могу пить кофе не только вкусный, но и полезный. Класс. Мама, ты принесешь? И я тогда, да, принесу. И ты тогда уж все. И я тогда буду пить. Там, кстати, в упаковке много, да, этих фильтров? 200 штук. 200 штук. Может, даже у Китфорд есть тоже они, ну, не знаю. Я брала в обычном каком-то магазине, там, где всего полно. Так, и что? Надо с пылесосом что-то решать. Мы налили себе кофе и поставили вот на подогрев. И теперь в течение 70 минут вот здесь вот внизу подогревается у нас чайник. Вот такая платформочка. Все, и кофе будет теплым еще очень долго. Утром это тоже очень хорошо, потому что я кофе все время пью очень долго. И хорошо, я буду делать его по чуть-чуть и пить все время теплым. Кстати, с мерными ложками тоже еще вопрос. У меня мама говорит, какие-то большие мерные ложки, там, их нужно без горки делать и так далее. Ну, короче, я думаю, что, когда ты делаешь там 2-3 чашечки, вопрос непринципиальный. То есть ты посмотришь мерные ложки, может быть, тебе захочется добавлять, допустим, 2 ложки на 3 чашки кофе, да, это получится. Либо там 2 ложки на 1 чашку кофе, да, крепкие очень. Это уже, мне кажется, можно смотреть индивидуально. И, в общем, читаем инструкцию, а там уже вальируем что-нибудь по-своему. Устанавливаем теперь лопочки. Готовы. Теперь ставим автомат просто, да, пока без пульта. Пусть он... Ой, мама. Мама, как же? А, надо же намочить еще тряпочку. А, тряпочку намочили. Не знаю. Стой, надо тряпочку намочить, стой. Вытаскивай контейнер, не переворачиваю. Чуть-чуть намочить ляпочку, чтобы она была влажная. Ну, намочили получше. Я намочила. Намочила и выжила тряпку. И она здесь на липучках, и она вот так вот лопа перекрепляется быстренько. Все. Брат. Малышек, обратно иди. Начинай уборочку. Без меня. Мой помощник. Ключи, танцы. Мой помощник. Я тебе помогу. Помощник, я тебе помогу. Влажная уборочка такая. Вот ты делаешь. Кулики влажненькие. Здравствуйте. Надо ему имя дать. Как бы его назвать? Кулики. Не ходи за мной. Нет. Ты что за мной ходишь? Не ходи за мной. Ты куда пошел? Ты куда пошел от меня? Короче, надо прыгать на диван. Отдыхать. Мама. А не следить за ним. Надо отдыхать, а не следить за ним. Убежишь, думаешь, имя какое ты думаешь. Да. Робокопию. Робокопию. Как он ножки объезжает вокруг. Ну, соображает, да? Думает, куда ехать. Робокопию. Вот там вот прокри, пожалуйста. Вот там вот. Ты мой хороший. Вот туда тоже прокри. Я тебе легко посмотрю. Я буду дела вообще поделывать. Как помощь. Как на тебя не хватало, мой помощник. Именно такого хотела. Чтоб я сидела, смотрела, а он убирал. Робокопию назову. А может просто хелпер? Хелпер. Под стол. Под стол. Слушай, а ну-ка, ну-ка. Интересно, он там садит. А он еще у вас есть? Не, я там подмела. Я заглянула туда. Он еще под столом по-моему, сейчас посмотрю. Вечно можно смотреть на Робокопию. Пошел в прихожую. В принципе, нам нравится. Да? Да. Пусть убирает за нас. Пусть убирает за нас. И пока Робокопию работает, я тем временем отдыхаю и могу делать свои какие-то дела. Робокопию, привет! Самое интересное, что он не устает, и ему это в радость вот убираться здесь. Ты что, ко мне? Не-не-не, не-не-не. Ты тут убирайся. Мама, ноги подними. Робокопию убирает. Вот теперь прям мусор, вот он собирает. Опа-опа-опа. Мы не мешаем Робокопию. У нас такой помощник в доме. Прелесть какая. Короче, мы ловим нас лаждуху. Это такое счастье наблюдать, как будто что-то живое убирает в твоей квартире абсолютно бесплатно. Все же приятно смотреть, когда кто-то убирает. Когда кто-то убирает, а ты сидишь и говоришь, там-там убери. С малышом просто что? Конечно же, иногда я буду сама проходиться по углам, хотя он и углы, и периметр убирает вот так очень хорошо. Просто с малышом он все время крошит, крошки, еще что-то. Я вот так хочу на ночь его ставить, потому что он очень тихо работает, абсолютно вообще не мешает. Под него, мне кажется, засыпать можно. Он прям шепчет что-то. Включил вечерком вот так вот, ну так, собрала игрушки, да, включил вечерком, поставила его там на таймер, пусть все моет. А утречка мы уже встали, и у нас все замечательно. И еще очень будет любопытно посмотреть на реакцию Дэни. Он потом проснется, я тоже подсниму, как он будет на него реагировать. Для него это будет еще и игрушка, наверное, но... Думаю, куда-то убежал. Вот, как он с ним вообще поладит, подружится. Вокруг ножки помыл, молодец. Да, вокруг ножки помыл, а все углы залились. Такое уменьшко. Робокопия утречет. О, видишь, опять он вокруг ножки все умел. Ты просто подарок, ты подарок судьбы. Ты подарок от Китфорд. Робокопия, мама говорит, что в тебе вода закончилась, тряпка сухая. Включаю я тебя. Ой, так не хочется. Не надо. Ой, а давай наберем хум, пусть идет сам домой. Смотрите, я набираю. Нельзя с влажным контейнером. А, с влажным контейнером нельзя домой. Но он может идти домой. Давайте просто я покажу, а там его остановлю. Ну-ка. Прямиком, прям направо, походу. Нашел свою базу. Все. Финишная прямая, я отключаю. Потому что надо контейнер с мокрым нельзя ставить на базу, только с сухим. Хотите посмотреть, что он насобирал? Деньки на всякие там зверюшки. И мусора, кстати, там нормально он. Короче, в контейнере мусора куча насобирал. Вода вся израсходовалась. Молодец. Еще волосики все собрал на тряпочку. Сейчас я сполосну тряпочку и вытрушу все. И еще повторненько пусть пройдет. Кто там, Денька? Робокопио? Робокопио, да. Мамка снимает тебя и Робокопио. В комнате у Деньки убирает. Куда полез, смотри. Убирается. Полы моет нам. Класс, да? Пока мы спать будем, он будет убираться. В общем, Денька Робокопио принял нормально. Так я вам скажу. Я думаю, они подружатся. Мне кажется, очень важно, как ребенок будет относиться к тем или иным вещам. И людям, смотря на вашу реакцию, как вы относитесь. Я сразу такая, ой, это Робокопио, тра-та-та. И голосочек такой. И он тоже сначала такой раз насторожился. Но он смотрит на мою реакцию, да? И как бы вроде бы нормальненько пошло ему. Следит за ним, побежал, что-то посмотрел, где. Так же и с людьми, кстати, я делаю. Он любит и относится к людям, к которым я так отношусь. Он тоже так относится. Короче, вы знаете, Робокопио вообще не мешает нам даже. Я вам так скажу. Мы здесь ходим. Он параллельно там вообще залезет в какой-нибудь угол, там пока все вымывает. Он даже, честно говоря, под ногами не вертится и не мешает. Конечно, это не уборка генеральная, которая, знаете, там все пятна отмывает и так далее. Но во всяком случае волосы, пыль, крошки и влажная уборка, вообще это замечательно, мне кажется. Тебе как кажется? Классная штука? Да. Мама у меня вообще такой человек, который... Что-то там уже отцовачил. Мама у меня вообще такой человек, что она не любит, вот знаете, когда там платишь деньги ни за что там или еще что-то. Вообще она у меня работала с техникой, и в ней очень хорошо разбирается. И когда она мне говорит, о, кофеварка огонь, буду к тебе приходить пить кофе, да, или там, о, общая вещь, вот эта классная. То есть она любит технику, разбирается в ней. И то есть если она говорит класс, то значит класс, значит достойное приобретение. Вот. Я беру в основном в последнее время всю свою бытовую технику, я заказываю онлайн, все очень быстро доставляется. Я люблю Китфорд, и уже, честно говоря, уже третий раз у них что-либо заказываю. Пылесос у меня есть компактный, вертикальный, который до сих пор работает замечательно, супер. Ну, теперь вообще он, наверное, мне и не нужен пока что. Пусть лежит до лучших времен. Кофеварка одна, вторая теперь у меня. Потом маму эту швабру, да, я тебе отдала. Ну, это такое, могу. Короче, там целый паровой очиститель, целый агрегат многофункциональный, он там вообще все очищает паром. Классная вещь. Еще что-то у нас было, да, я уже не помню. Вот, помыл спальню, помыл, вышел из спальни. Помыл, вышел из спальни. Да, вот, поэтому, короче, техника хорошая, техника недорогая, я вам скажу, да, в отличие от других каких-то, может быть, марок. И вот цена-качество мне вот нравится в Китфорд. Я оставлю ссылки на два этих продукта под видео. Вообще, заходите, смотрите, и у них очень много разной бытовой техники. От мало до велико. Поэтому, я думаю, будет полезно вам. Тем более, вы все время спрашиваете у меня, что я, где беру, особенно про кофеварки. Но теперь робокопия у меня. Я счастлива. Все, мои хорошие, была рада поделиться со своими новыми приобретениями. Очень было классно затестить все это. Теперь я поехала по делам, а робокопия у вас работает. Люблю, целую, прощаюсь на следующем видео. Все, пока. Мой пудрик. Не робокопия. Так, какие у нас, что ли, купать? Кокосики. 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 Продолжение следует...